Так, ну ладно, товарищи, материала сегодня получилось достаточно много, поэтому давайте начинать. Значит, картинка с прошлой лекции. Ну, собственно, зачем она нам будет нужна? Вот у нас биты Алисы, вот у нас биты Боба, вот связь, которую мы ввели на позапрошлой лекции. Вот у нас процедура исправления ошибок. И вот, собственно, то самое наблюдение ZEV, которое мы сегодня продолжим и, я надеюсь, закончим анализировать. Но просто, чтобы нам далеко не отклоняться от технической реальности, Значит, вот мы будем пытаться оценить вот этот параметр L. То есть мы как бы считаем, что Алиса отправляет сколько-то, а в данном случае L бит. И, соответственно, вот из этих L бит мы хотим получить секретный ключ, ключ, для которого можно показать Epsilon секретный более строго и правильно говорить, длиной 256 бит. Реальность техническая, она, вообще говоря, отличается от вот этой картинки, потому что, как вы, наверное, знаете, ситуация у нас следующая. Вот у нас есть достаточно длинная последовательность, которую Алиса отправляет в сторону Боба. Ну, например, 10 в шестой отстрелов. Проблемы у нас начинаются уже при передаче в канал, то есть в зависимости от длины канала у нас доходит, вообще говоря, малая доля битов. То есть вот это действие Алиса, вот это то, что долетело до Боба, значит, дальше Боб исправил ошибки, и вот еще совпали базисы, то есть еще в два раза короче, чтобы было понятно, что эти вещи в два раза отличаются. И реально вот это последовательность длины L. То есть обо всем, что над ней, я вам вообще ничего не говорю, но об этом будет подробно говорить Иван Сущев. То есть вот из тех результатов, которые мы получим сегодня, а мы получим там при кубере 3%, значит, или там что-то около 800, не надо понимать, что вот это реальная система. Реальная система устроена вот таким образом, то есть у нас первичных отстрелов около 10 в шестой. Значит, мы получаем из них, ну, например, 10 тысяч, то есть сжимаем в 100 раз из-за всех этих наших проблем с каналом чистки ошибок, и после этого, чтобы получить из вот этого так называемого сырого ключа длиной порядка 10 тысяч бит наш, собственно, требуемый эпсилон-секретный ключ длиной 256 бит, мы производим еще процедуру усиления секретности. То есть реально у нас вот из этих L, которые порядка 10 в четвертый бит, получается ключик K, который уже 256 бит ровно. Так, ну, собственно, теперь возвращаемся к тому... Вот этот ключ, который начальник Алиси использует Алиси и Канера. Вот этот, это какой? Вот который в итоге сам. Нет, в итоге этот ключ к Алисе и Бобу не имеет вообще никакого практического отношения, они его выработали и отдают потребителям. Сама Алиса и Боб ничего не шифруют. Их задача выработать этот ключ и кому-то отдать. Вот они его выработали, вот этот ключ K, и кому-то отдали. Кому отдали и зачем, ну, значит, если все-таки состоится у нас вторая часть этого курса в следующем семестре, ну, я обязательно поподробнее расскажу, кому и зачем. Да нет, ну, тут все очень-очень просто. Значит, я эту картинку уже много раз рисовал, но раз вопрос возник, то нарисую еще раз. Вот Алиса, вот Боб. К ним подключены из КЗИ. Ну, если так более удобно, то можете называть их шифраторами. Вот стороны, которые шифруют. Здесь идет по некоторым, вообще говоря, разным законам выработка ключа. То есть весь вот этот этаж нужен, чтобы выработать один общий ключ K. А он никуда не летит. Он выработался в А и в Б, в А и Б находится какое-то время, и потом выгружается по классическому шнурку в СКЗИ, и все. То есть вот здесь, вот здесь никакой квантовой криптографии нет. Здесь некие процедуры, каким образом ключ из аппарата Алиса доставить до аппарата СКЗИ. Вот и все. Вообще говоря, этот интерфейс классический. Можно сказать, что все производственные роботы приводили к такой системе, на основном неправильную работу расправляться, чтобы на выходе что-то, 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 в итоге добить его до моба. Все правильно. Все правильно. Все правильно. Сейчас, 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 сейчас. Все, еще раз. Вы спрашиваете, что делать с ключом. Я вам говорю, ключ надо отдать куда-то. Вообще говоря, Алисе и Бобу не очень важно, куда. То есть в определенном смысле это проблемы потребителя. Как у Алисы и Боба этот ключ запросить, как его получить, и проблемы вот здесь, на входной части интерфейса выгрузки ключа, понять, что этот ключ пришел оттуда, откуда надо и так далее. В этом смысле аппарат Алисы и Боба должен быть максимально глупым, насколько это возможно. А вот сам по себе ключ действительно вырабатывается исключительно силами Алисы и Боба. Теперь, значит, по поводу, что куда долетело. Алиса отправляет длинную достаточно последовательность отстрелов. Боб, во-первых, ну, точнее так, часть бит, существенная часть бит теряется из-за того, что у нас шумный канал всегда. То есть в зависимости от расстояния у нас плохо эти самые биты долетают чисто физически вот до суда. Дальше. Еще часть битов теряется за счет того, что здесь не бывает идеального аппарата приема. Этот аппарат приема тоже допускает какие-то ошибки. И в коммерческих системах только там, например, каждый десятый, а иногда и каждый двадцатый долетевший бит принимается как, ну, вообще долетевший. Все остальное отбраковывается. Дальше Боб с тем, что получил, выполняет чистку ошибок, потому что Алиса, вообще говоря, вместе с этой последовательностью еще отправляет тот самый синдром. Ну, вот это у меня на картинке было. Дальше Алиса с Бобом согласуют базисы, потому что Боб еще в половине случаев не угадывает базис. Это вот этот переход. Вот если так будет понятнее, то вот здесь потери из-за согласования базисов. Но после всех этих манипуляций, после всех этих манипуляций, возникает общая последовательность, но которую еще надо сжимать, потому что общая-то она общая, но у нее недостаточное криптографическое качество. Но после того, как эту последовательность сжали, и Алиса, и Боб, у нас получается ключ. Вот, собственно, философия такая. Он не только долетел в дорогу, но и он не долетел в источник. Ну, конечно, он был у Алисы. Алиса вообще как бы источник всего. Алиса как бы знает об этой системе все. Все. Проблема в том, что Боб знает не все, потому что до него что-то не долетело, а что-то долетевшее он не смог детектировать. А потом еще все это долетело с ошибками, и ему пришлось ошибки эти исправлять. И к тому же при измерениях он в половине случаев не угадывает правильный измерительный прибор. Ну, измерительный в широком смысле. То есть не тот, который детектор, а тот... Нет, ни в коем случае. Основная цель... Да, основная цель это из достаточно длинной, вообще говоря, последовательности, в которой Алиса кодирует некие первичные биты, которые мы до этого всегда называем иксами, сделать общий для двух сторон ключ. Но вот чтобы его сделать, нужно провести как минимум вот те вот шаги, которые я нарисовал. Каждый из этих шагов, вообще говоря, приводит к тому, что мы теряем те исходные биты, которые Алиса отправляла, и часть потерь связана с техническими особенностями. А мы сегодня будем говорить, мы сегодня будем говорить только о нижнем этаже, то есть вот о переходе как из последовательности так называемых просеянных битов ключа сделать, собственно, ключ. Потому что среди этих битов, точнее так, в этих битах, как мы на предыдущих двух лекциях установили, содержится достаточно большое количество информации об... Ну, точнее так, эти биты достаточно связаны между собой, чтобы Ева из них смогла получить какую-то информацию. Поэтому мы должны эту информацию в каком-то смысле зачистить. И вот зачищаем мы эту информацию с использованием универсальной хэш-функции второго порядка, о которой я говорил на прошлой лекции, а математические доказательства у нас основаны на применении так называемой лемы усиления секретности, ну, собственно, которую я сейчас попытаюсь сформулировать без доказательства, потому что оно достаточно громоздкое. Кому интересно посмотреть доказательства, оно есть в книжке Арбекова в отдельном приложении. Итак, собственно, лема усиления секретности. Итак, вот это у нас как раз сжимающая функция. Значит, что нам позволяет сделать лема усиления секретности? Во-первых, вот в конце прошлой лекции, в конце прошлой лекции, мы с вами поговорили о различных видах энтропии, то есть мы перешли от шиноновской энтропии к более общим понятиям. Сегодня нам понадобится из того, о чем мы говорили, два объекта. Первый объект – это энтропия линьи второго порядка. Я ее на прошлой лекции в самом конце вводил, ну, вот еще раз введу. И минимальная энтропия, которую я тоже на прошлой лекции вводил, но сегодня мы ее еще раз обсудим. Итак, значит, что мы, собственно, можем сделать? Вот у нас, значит, ну, в чем, собственно, за что идет вся борьба. Вот у нас, значит, некий интегральный показатель отклонения ключа от идеального, там, случайного, равновероятного. Вот он здесь у нас есть. Мы на прошлой лекции с ним много поработали. Значит, в чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что, вообще говоря, когда мы из... ну, вот той самой последовательности в наших терминах длины L пытаемся получить тот самый ключ, мы проводим сжатие с использованием некой функции, поэтому, вообще говоря, мы вот эту функцию тоже должны учитывать. Лема усиления секретности, ну, в данной формулировке позволяет нам вот такой объект оценить в терминах энтропии Риньи второго порядка от, собственно, исходной последовательности XO. То есть мы, по сути, за счет лемы усиления секретности оцениваем ту, как бы, проблемность, которую нам доставляет сама процедура усиления секретности. То есть вот здесь у нас функция G есть, а здесь, как вы видите, функции G уже нет. У нас есть только энтропия Риньи исходного вот этого, значит, исходной последовательности XO. Ну, теперь, значит, как вы, наверное, уже привыкли за предыдущие две лекции, нам приходится работать с условными распределениями, поэтому пока просто в качестве определения, значит, введем энтропию Риньи условную. Значит, ну, V это у нас в итоге будет как раз наблюдение. Ну, и вводим мы энтропию Риньи совершенно естественным образом. То есть мы вводим вот здесь условное распределение и просто говорим, что тогда условная энтропия Риньи – это вот такой вот объект энтропии Риньи второго порядка. Значит, и вот для этих условных объектов мы, вообще говоря, можем получить вот такой результат, который очень похож на классическую, на прошлом слайде, исполнированную лему усиления секретности, но обратите внимание, что здесь полностью вот от первого слога его мы избавиться не можем. У нас еще остается некий довесок вот этот вот суммарный, который отвечает за то, как именно устроены условия. То есть в зависимости от статистических свойств условий, вообще говоря, точность оценки и возможность ее применения, она может меняться, к сожалению. Это неудобно, но, по крайней мере, от вот слабо обозримого объекта универсальной хэш-функции мы пришли к нашим конкретным условиям, которые мы уже можем анализировать. А главное, что саму процедуру сжатия ключа мы сделали. Но хорошо. И теперь, значит, вот этот переход первый мы с вами произвели, а дальше, собственно, мы говорим, ну, хорошо, товарищи, значит, вот с этим вот объектам по-прежнему нам работать неудобно. Мы теперь вот эту двойную сумму таким же образом оцениваем, как и в классической леме усиления секретности, значит, что мы за это платим. Нам приходится вводить так называемую среднюю условную энтропию риньи, и, по сути, мы просто затягиваем вот эту вот сумму по качеству наблюдения, в куда, собственно, и берется условное распределение, затягиваем ее в определение среднюю условной энтропии риньи. Ну, вообще говоря, с такими объектами работать не очень удобно, и, наверное, из этих слайдов пока смысл не очевиден, зачем мы вообще все это делали. В качестве комментариев. Почему у нас шиноновская энтропия подходит хуже, чем энтропия риньи второго порядка? Объяснение совершенно банальное. Вот здесь вот, вот здесь вот, при оценке вот такой суммы, мы пользуемся, ну, каким-то из вариантов неравенства каши. И в этом неравенстве вот здесь, вот под этим корнем, просто естественным образом возникает квадрат. Если пытаться в лоб оценивать, то есть пытаться привести, проделать это дело не с энтропией второго порядка, а с энтропией первого порядка, то есть привычной всем нам, шиноновской энтропией, то ничего не получается. То есть я пытался, и до сих пор пытаюсь просто в качестве зарядки для хвоста, как в известной мультике, проделать те же манипуляции, но только с обобщенным неравенством типа Геольдера, и, значит, посмотреть, дает ли нам что-то, когда мы здесь вот используем не второй порядок энтропии, а, например, третий, десятый, ну и так далее. Но пока, честно скажу, у меня ничего особо содержательного не получилось. Но, повторюсь, как упражнение, которое позволяет лучше почувствовать, собственно, какие есть ресурсы вот у применения лемы усиления секретности в квантовой криптографии, я думаю, что это упражнение очень полезно. А вот теперь, собственно, то, к чему мы стремимся. Мы говорим, ну, хорошо, вот ввели мы условную энтропию реньи второго порядка. Ну, вот это какой-то такой достаточно дикообразный объект. Ну, и давайте заметим следующий момент. Вот еще одно удобство наличия квадрата. Абсолютно тривиальный переход, как вы видите. Мы взяли и вот этот квадрат разложили на два множителя. Один множитель и второй такой же. Но так как нам нужна оценка, мы берем вот эту вещь и оцениваем по максимуму. И тогда мы получаем уже гораздо более содержательную вещь, а именно мы говорим, что вот этот достаточно сложный для анализа объект сводится к так называемой минимальной условной энтропии. Значит, ну, определение ее. Вот оно. Вот оно. По сути, мы сначала получили результат, а потом его же обозвали минимальной энтропией. Если так удобнее для понимания. И, собственно, вот за счет вот этого перехода мы вообще избавились от таких вот сложных сумм, потому что вот эта минимальная энтропия – это просто взятие двух максимумов. В конце мы с вами вслед за минимальной энтропией введем еще эпсилон-вглаженную энтропию, потому что, вообще говоря, для отдельных случаев, и в частности вот для той модели двоичного симметричного канала с искажениями, которые мы выбрали для, значит, объяснения индивидуальной атаки, вот этот вот переход, вот этот вот переход, то есть когда мы вот здесь ставим максимум, он оказывается жутко груб. То есть он как бы неоптимальный. Хотя работать вот с таким объектом, как минимальная энтропия, именно с точки зрения понимания, очень удобно. Поэтому мы все доказательства проведем для минимальной энтропии, как наиболее простой его вариант. А вот дальше просто я вам введу в качестве примера, что есть еще эпсилон-гладкая энтропия, и, соответственно, предлагаю, опять же, кому интересно, повторить это доказательство для эпсилон-гладкой энтропии и увидеть, насколько она, в общем, эффективнее, чем минимальная. Итак, ну хорошо, значит, теперь мы перешли к уже привычной нам по последним двум лекциям задачи. Вот первое наблюдение Евы. Значит, ну это, собственно, вектор искажений, который Ева получит. Про него мы пока ничего не говорим. Теперь заметим следующее, что вот если у нас у фиксировано, но при этом иксы пробегают все возможные значения, то, вообще говоря, и тау пробегают тоже все возможные значения. Это факт очевиден. Но тогда она спросят оценить вот такого рода максимум. Тогда, собственно, этот максимум можно свести к выбору вектора вот этих тау с максимальной вероятностью. Это мы с вами на предыдущих двух лекциях тоже делали и увидели, что максимальную вероятность при такой постановке задач имеет нулевой вектор, и, собственно, его вероятность имеет вот такой вот вид. Вот пока это запомню. Значит, и по сути вот этот максимум мы оценили. Причем в чем удобство, еще раз повторяю этот момент, в чем удобство использования двоичного симметричного канала с искажениями в качестве модели, что люди прекрасно знают, как устроены вероятностные свойства тех распределений, которые в этой модели получаются. То есть от совершенно неподдающегося анализу объекта, который мы с вами вводили на самой первой лекции, когда у Евы есть просто какие-то наблюдения Z, мы приходим уже к вполне конкретным численным оценкам. Но я повторюсь, в этой модели, то есть если мы предложим более сложную атаку, то там уже придется приходить к энтропийным соотношениям неопределенности, и там тоже результаты люди умеют получать, но они не такие вот, скажем так, легко демонстрируемые на пальцах, как в данном случае. Ну, хорошо, значит, теперь вот у нас последовательность наблюдений. Функция G, и вот наша V предлагается взять вот то самое наблюдение, по которому мы будем в дальнейшем сегодня строить апостерированное распределение, предлагается взять вот такой вот парой. Значит, U это вот это, U, то есть это то, что утекло Еве в данной модели за счет передачи иксов и получения игреков на стороне Боба. А вот это B, это, собственно, та самая последовательность из C-бит, которые также Алиса отправила Бобу, чтобы Боб мог исправить ошибки в переданной ему Алисой последовательность иксов. Ну, хорошо, значит, вот ввели мы такую вот штуковину. Что мы тогда видим? Значит, берем и просто, что называется, по определению пытаемся применить лему усиления секретности. Значит, вот нам предписано там просуммировать по всем ключам. Вот мы по всем ключам просуммировали, но у нас вся ситуация условная, поэтому вообще говоря, мы должны в качестве веса, это мы всю прошлую лекцию, собственно, занимались такой техникой, в качестве веса мы должны здесь поставить вот это P, V, и вот, собственно, вот такая вот сумма у нас заменяет в классической леме усиления секретности просто сумму по ключам. Почему? Потому что все распределения у нас здесь условные. Ева имеет вот такое наблюдение. Значит, ну, по G мы просто суммируем так же, как и в леме усиления секретности. С другой стороны, значит, с другой стороны мы можем объединить вот все эти условия в наблюдение Z, которое на самом деле вот оно такой вид имеет. Попытаться просуммировать по этим наблюдениям, ну, и тогда у нас будет уже совсем привычный вид, полностью идентичный классический леме усиления секретности. Но тогда, но тогда, еще раз, что нам предписывает лема усиления секретности? Она нам говорит, товарищи, значит, вот... Плохо, конечно, что я все это не собрал в одно место. Значит, вот, товарищи, вот у вас такая сумма, вот у вас такая сумма, которую вы должны оценить. А на выходе после, ну, в общем-то, достаточно понятных и классических преобразований из области математики вы получаете вот такой результат. Но что с этим объектом делать, вот с этой вот условной средней энтропии Риньи второго порядка, мы не знаем. Ну, так хорошо, товарищи, давайте еще этот результат упростим, а повторюсь, в данном случае достаточно сильно огрубим. И давайте мы вот эту, вот эту теперь энтропию Риньи условную второго порядка оценим через минимальную энтропию. Тоже условную, вот она, соответственно, у нас введена. Но вот эту минимальную условную энтропию мы уже умеем оценивать. Вот она, оценка минимальной условной энтропии. Все. И тогда, тогда вот из вот этой, ну, достаточно нетривиальной, вот этой, достаточно нетривиальной суммы, но это просто переобозначение, это, ну, как бы даже не, это не переход в сумме, это просто переобозначение. То есть мы взяли G и V и сказали, что теперь это у нас одно наблюдение и Z маленькое, вот, и все. Вот для этой суммы мы с использованием лемы усиления секретности получили вот такой вполне конкретный результат. Значит, теперь, собственно, почему это все работает? Значит, с одной стороны, с одной стороны, у нас в леме усиления секретности был вот этот вот объект, то есть то самое привычное нам по предыдущим лекциям вариационное расстояние. Наша задача его сделать как можно меньше, ну, нулевым, как мы с вами уже видели на предыдущих трех лекциях, его сделать практически невозможно, потому что какую-то информацию Ева у нас получает из канала всегда, но зато, значит, его можно ограничить какой-то маленькой величиной эпсилон. Это с одной стороны, с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, мы можем в качестве оценки вот для того самого вариационного расстояния по леме усиления секретности, значит, возвращаюсь, возвращаюсь в начало. Вот у нас вариационное расстояние, а вот у нас как бы уже оценка через лему усиления секретности. Вот и все, зачем на самом деле нужна лему усиления секретности, хотя результат весьма нетривиальный и очень полезный. То есть мы вместо работы вот с этим, ну, скажем так, объектом, слабо поддающимся анализу, а почему он слабо поддающийся анализу? А потому что вот здесь сидит вот этот вот Z, который, как мы с вами видели, состоит из нескольких объектов. Значит, вот нам нужно научиться что-то делать вот с этой информацией, при том, что мы знаем, как вот эта вещь связана с иксами, которые отправляет легальный пользователь Алиса в канал. Так мало того, мы еще должны сжимать информацию. Вот там, как нарисовано. Да. Еще раз скажите, пожалуйста, что D большая. Так, еще раз. D? D большое? Да, спрашиваю. Ну, D большое – это просто вариационное расстояние. Вот это наш, как бы, это наша реальная ситуация, то есть распределение на ключах, апостерерное распределение на ключах K при наблюдениях Z, ну, вот того, вообще говоря, общего вида, если вот про это говорить. Но в нашем конкретном случае это ровно то самое, что написано вот, значит, вот здесь. А вот правая часть, правая часть – это уже, по сути, формула, за счет которой мы можем оценить этот эпизод. Теперь давайте посмотрим, что в этой формуле есть что. Значит, ну, смотрим. L – это, собственно, та длина, которую мы оцениваем. То есть, еще раз, вот теперь мы вот это вот вариационное расстояние как бы отбрасываем. Мы реально занимаемся решением вот такого уравнения, при каком L мы получим эпсилон, который нам нужен. Значит, эпсилон я выбрал одной миллионной уже по традиции. Сейчас мы еще немножко продискутируем этот эпсилон в следующей части сегодняшней лекции. То есть, по сути дела, наш результат получен вот из этого уравнения, вот из этого уравнения, если мы зафиксируем, а мы знаем, как QEV, вот она, связана с кубером, вот мы фиксируем кубера, предполагаем, что кубер просто у нас измерен штатными средствами в аппарате, мы можем однозначно получить оценку на L. В данном случае, то есть, когда мы выбираем кубер, равный 3%, мы получаем оценку, значит, L, равная 857 бит. То есть, вот здесь вот, вот здесь вот, при индивидуальной атаке, L у нас даже меньше тысячи получилось, 857 бит. И, соответственно, коэффициент сжатия, ну, то есть, то, что мы платим за, как бы, попытку распределить этот ключ с учетом исправления ошибок и с учетом того, что у нас актуальная индивидуальная атака, вот этот коэффициент сжатия, ну, чуть больше трех раз, если я правильно посчитал, да, чуть больше трех. Вот, собственно, такой результат. Им можно брать и пользоваться. Значит, и, в принципе, в принципе, за счет вот этого результата, ну, конечно, именно для индивидуальной атаки, мы анализ нашей системы можем заканчивать. Ну, теперь, значит, вопросы есть какие-то, потому что я достаточно быстро все это расскажу. Ну, давайте вот как-то, наверное, самое время поддискутировать по поводу этого эпсилона. Еще раз. Значит, эпсилон – это то же самое, ну, можно считать, что это то же самое, что мы понимаем под вероятностью успеха, успешного применения, ну, какой-то критографической атаки, в частности, взлома ключа. Мы об этом сейчас поподробнее поговорим с конкретными формулами. Значит, если мы берем эпсилон слишком большим, ну, например, говорим, что это одна вторая, то в половине случаев нашу систему взломают. Ну, интуитивно понятно, что это как бы какая-то странная система, хотя, возможно, она кого-то устраивает, то есть кто-то из промышленности. Скажем так, этот эпсилон задается в ТЗ на конкретную систему. То есть если кто-то там считает, что его устраивает вероятность взлома его системы одна вторая, и он эту систему, ну, там, я не знаю, хочет сделать и даже готов продать, потому что я в первую очередь здесь про коммерческие системы говорю, то, что называется, на здоровье. Если у него на такой системе есть покупатели, то мы берем и говорим этим покупателям, что в каждом втором случае вас поломают. Значит, если мы возьмем эпсилон каким-то очень маленьким, ну, вот у нас на прошлой лекции, по-моему, был пример, когда мы эпсилон берем одна миллиардная, а при этом опасное событие – это взлом какого-то университета. Ну, тогда понятно, что так как у нас университетов существенно меньше на планете, чем миллиард, то эта система не взламывает. Ну, то есть вероятность того, что она будет за всю историю взломана хотя бы раз, но она ничтожна. В этом смысле, как бы, средства защиты кажутся завышенными. Если мы туда в качестве эпсилона поставим вообще какое-то очень маленькое величину, ну, там, я не знаю, 2 в минус 128, это у меня будет чуть дальше такой пример, то интуитивно кажется просто бессмысленным такое завышение степени защиты системы, потому что у нас будет... Ну, а слишком часто мы будем принимать решение, что система нестойкая, когда никакой практической опасности вот эта вероятность 2 в минус 128 представлять не может. Ну, то есть у нас нет в реальной жизни тех объектов, которых можно набрать 2 в 128 и для них осуществить для каждого попытку нашего взлома. Вот, собственно, из каких соображений выбирается эпсилон. Ну, я видел такие оценки, да. Бывает, берут одну сотую, бывает, берут одну тысячную, бывает, берут одну десятитысячную. Ну, вот, ну, это какая-то степень десятки, значит, степень двойки отрицательная, между, там, ну, соответственно, между минус седьмой и до миллиона, это что у нас? Минус двадцатый. Вот что-то в этом. Ну, да, это самый большой риск, который я в своей жизни... Нет, вру. Значит, мы, вот у нас есть такие работы в АТК-26, которые идут по обоснованию стойкости чего-либо, там мы специально ставим в качестве критической величины одну десятую. Ну, то есть вот, чтобы показать, чтобы продемонстрировать, что если вы нарушите те условия, которые мы получили для этой одной десятой, то вашу систему сразу можно выбросить. Вот что-то в этом будет. Ну, в реальных случаях, ну, я думаю, да, одна сотая, например. Но, опять же, этот разброс определяется либо регулятором, либо конкретным техническим заданием. Вот, поэтому тут... С моей точки зрения, одна сотая вполне реалистична, но и одна миллионная также реалистична. А вот это как раз то, о чем я вам хотел сказать. Вот обратите внимание, значит, какая у нас получается ситуация. Во-первых, за что мы боремся в данном конкретном случае? Вот у нас здесь коэффициент сжатия, как я сказал, чуть больше трех. Значит, вот вы предлагаете вот здесь 10 в минус шестой поменять на 10 в минус второй. Вот вы берете и просто, что называется, методом в лоб переходите, возводите в квадрат. Значит, что у вас получится? Ну, я пытаюсь что сказать? Я пытаюсь сказать, что на самом деле при переходе по вот этим вероятностям, по вот этим вероятностям, вы не сильно выигрываете и не сильно проигрываете. То есть вот у вас вот здесь, вот здесь, все стоит как бы в экспоненте. То есть на самом деле, на самом деле, ну, давайте, раз такой вопрос возник, чтобы вы это почувствовали и чтобы вас как бы вопрос конкретного выбора эпсилона из практической точки зрения перестал беспокоить. Значит, мы с вами видели в классической криптографии, что там действительно бывают какие-то отдельные методы, где если эпсилон выберешь слишком большим, то ситуация одна, если слишком маленьким, то ситуация кардинально другая. Значит, мы с вами то же самое видели в конце, по-моему, позапрошлой лекции, когда пытались вот то самое распределение биномиальное для двоичного симметричного канала с искажениями выстраивать по вероятностям и его опробовать, и там набирать тоже какую-то вероятность. Вот там тоже ситуация критически меняется, и понятно, почему. Здесь, с моей точки зрения, ситуация критически не меняется. Значит, вот что мы видим. Значит, корень 2L. Если продувает, то можно закрыть. Потому что мне очень не хочется, чтобы все ушли как-то. Хорошо. Значит, итак, вот L логарифм единица минус Q. Логарифм единица минус Q. Я, с вашего позволения, Q Ева не буду писать. Плюс C, плюс N. Значит, N, повторяю, N равно 256. C, ну давайте возьмем... Ну какое мы C можем взять? Ну давайте возьмем 100. C, это тот синдром, который мы отправляем, чтобы исправить ошибки. Вот. Значит, вот такая вот вещь. И мы говорим, мы говорим, что вот это вот есть минус 6. Значит, ну что это означает? Это означает, что 2 в степени L логарифм единица минус Q. Q плюс C плюс N равняется, развели в квадрат, 10 в минус 12. Не, вот минус 6 пока. Вот, вот минус 6. Вот как у меня. Значит, ну вы хотите их зачем-то в минус 2 превратить? Вот я попытаюсь показать, что это не приводит ни к какой катастрофе, ни в какую сторону. То есть нам от этого не становится существенно лучше, но существенно хуже тоже стать не может. Значит, хорошо. Вот такая вот вещь. А теперь, как вы можете решать это уравнение? Только взяв логарифм. Логарифм в данном случае двоичный. Вот вы взяли здесь логарифм двоичный. И получили L грифминец минус Q плюс C плюс N равняется минус 12, значит, логарифм двоичный десятки. И теперь, значит, а что вы, собственно, ищете? А ищете вы L. Место у меня кончилось. Ищете вы L, значит. Что это такое? Значит, вот у вас, ну, хорошо, минус мне придется сохранить, хотя на самом деле число-то, как вы понимаете, будет положительное. Логарифм десятки, то есть констант, плюс C плюс N минус, вынес я за всю дробь. Поделить вот на этот логарифм единица минус Q. Ну, что-то получили. В данном случае даже не важно что. Вы говорите, давайте вот эти 12 поменяем на 4. Именно к этому приводит переход. Значит, вот вы 12 логарифм 2, 10 перевели в 4 логарифм 2, 10. Значит, вот эта вот штука 256. Вот эта вот штука сотня. То есть у вас вот это число, вот это число, оно, ну, так, сотни на 3 тянет. А, значит, такого перехода вы сэкономили 8 логарифм 2, двоичных логарифмов десятки. Ну, это, там, примерно, примерно 30. Ну, все, дальше можно не разговаривать. Значит, то есть мы с вами видим, что вот те манипуляции, которые вы предлагаете сделать, но при этом существенно повысив риск для своей системы, я предлагаю одну миллионную поставить, вы предлагаете одну сотню, позволят вам сэкономить длину ключа, ну, примерно 10%. Ну, вот, 30 по сравнению, там, с 356. То есть эта игра точно свеч не стоит. Аналогично не стоит свеч игра в попытке загонять эпсилон в очень маленькие значения. Но, что приятно именно для квантов криптографических систем, в отличие от классических, что когда вы в классической криптографии, есть такое понятие, значит, редкое событие, от которого либо мы, как защищающиеся, ждем, ну, чтобы у нас все было хорошо, либо атакующий тоже ждет, чтобы у нас, чтобы у нас все стало плохо, а у него все стало для атаки хорошо. Значит, пример этого редкого события я вам уже приводил, когда у нас была лекция про блочные шифры. Вот там у нас есть, например, такая неподвижная точка для магной или 89-го ГОСТа. И мы с вами говорили, что для того, чтобы это неподвижное... Ну, то есть вероятность реализации как бы в одном повторении, то есть мы взяли один открытый текст, и он сразу же перешел сам в себя, то есть породил неподвижную точку. Вот она достаточно небольшая, точнее, даже так, она очень маленькая, ну, там порядка 2 в минус 64. Вот это редкое, ну, для нас это неблагоприятное как защищающихся событий. Но если мы загоним эпсилон, ну, вот в эту зону и скажем, что эпсилон у нас должен быть 2 в минус 64, то в классической криптографии что-то плохое произойти может. То есть там какие-то аномалии мы можем найти в нашей схеме. Здесь, как видите, никаких аномалий не будет. То есть у нас здесь повышение длины ключа, чтобы добиться очень маленьких вероятностей, ну, в смысле, очень маленького значения эпсилона, то есть по сути устранить противника из этой системы, она небольшая. Ну, то есть вот в этом еще один существенный плюс квантовой криптографии, но, повторюсь, с этим плюсом надо быть очень аккуратным по двум причинам. Значит, причина первая, что в принципе то, что мы пытались сделать, это как бы тереть информационно-стойкий подход. И вот если мы берем минимальную энтропию, то мы там жутко грубим, но этот результат, что называется, всегда правильный и как бы, ну, тут никаких вариаций быть не может. Но, тем не менее, значит, если мы будем пытаться сравнивать вот этот результат с классической криптографией, то, наверное, это несколько бессмысленно, потому что просто разные паради. Вот это, собственно, второе основание, что здесь действительно все хорошо, и этим хорошо можно пользоваться. Но отсюда не следует, что, значит, в классической криптографии что-то плохо, во-первых, а главное отсюда не следует, что квантовая криптография является безусловной панацеей, потому что вот здесь мы рассмотрели только одну самую простую атаку, и более того, мы ее замоделировали одним конкретным типом информации, то есть вот тем самым обычным симметричным каналом с искажением. Как в реальной системе себя ведет, ну, вот та самая псилонсекретность? Ну, вот Иван Сущев вам так тезисно на пальцах попытается рассказать, с какими проблемами они сталкиваются. Вот, ну, более, наверное, емко расскажет только Сергей Николаевич Молотков. Ну, то есть то, что я рассказывал, это первый модельный пример, что, в принципе, за счет квантовой криптографии можно делать доказуемо секретные ключи, ну, в смысле эпилонсекретности, и даже вот тот инструмент, который мы здесь используем, он очень удобен с точки зрения эксплуатации. То есть мы не совершаем каких-то катастрофических потерь вот между этим числом и той длиной ключа, которую получаем, и уже для него показана эпилонсекретность. И, с другой стороны, формула, которая связывает длину ключа с вероятностью наступления проблем в нашей системе, вот эта формула, она обладает таким свойством, что за счет как уменьшения, так и увеличения этой вероятности на каких-то адекватных пределах та длина L, которую нам нужно выработать, она, в общем-то, будет примерно одинаковой. Ну, по крайней мере, на порядке отличаться не будет. Но, тем не менее, значит, мне как математику использование минимальной энтропии очень не нравится. Мне кажется, что мы при этом сильно грубим, но люди, значит, эту проблему уже устранили. Значит, что они сказали? Они сказали, ну, товарищи, вот там вот был переход, я вам его уже показывал, поэтому, с вашего позволения, не буду возвращаться к тому месту, когда мы из квадрата один со множителя оставили самим собой, а второй заменили максимум этого же со множителя. Вот там у нас была грубость. Хорошо. Значит, а давайте тогда, вот давайте запишем, попытаемся записать, по сути, минимальную энтропию, вот она, но только, значит, вот здесь максимум будет браться не по всем возможным ситуациям. А что мы выбрасываем? А мы выбрасываем, мы выбрасываем вот этот вот кусочек, вот минимальная энтропия соответствует тому, что мы выстроили распределение по невозрастанию вероятности и появлению ключей. Вот пример, значит, такого выстраивания. И говорим, значит, чтобы вот как бы работало вообще для всех случаев жизни, для любого распределения, мы берем и меняем энтропию, значит, ну, как бы реальные свойства нашего распределения, вот оно, распределение, оцениваем через минимальную энтропию. То есть берем максимальный элемент, значит, как это выглядит? Вот что означает оценить распределение через минимальную энтропию? Вот вы взяли вот этот элемент, он у вас один. Вот этот уже меньше, вот этот еще меньше, этот там совсем маленький и так далее. Но вы говорите, нет, товарищи, я не хочу заморачиваться всем остальным распределением, я беру вот этот один элемент и считаю, что у меня все распределение идет вот на таком уровне. То есть вместо реальной вот такой картинки вы получаете картинку, которая состоит из вот таких вот палочек, которые все одной длины. Так как общая сумма этих палочек не может превышать единицу, как только мы к единице приблизились, то мы говорим, что все у нас, все распределение как бы заполнено вот этими палочками. И вместо реальной картины мы ее меняем существенно меньшим количеством, чем исходное, ну, чем реализация в исходном распределении, с существенным меньшим количеством вот этих максимальных палочек. И мы с вами в конце прошлой лекции как раз видели, к чему приводит... А, нет, грубо говоря, в конце позапрошлой лекции мы с вами видели, собственно, почему для биномиального распределения это не очень хорошо делать. Значит, возвращаемся к нашей картинке про биномиальное распределение. Что мы сказали? Мы сказали, что максимум в этом биномиальном распределении равен единице минус qE в степени L. И мы все распределение считаем, что вот оно состоит все из одних и тех же элементов. То есть у нас первые... Всего у нас элементов... Всего было... Было элементов... Было элементов в распределении... Два в степени L штук. И вообще говоря, они все были. То есть у нас может быть как вектор, состоящий из L нулей, вот этот вектор искажений tau, так у нас может быть и вектор, который состоит из всех единиц. То есть просто вероятность у него крошечная. Вероятность у него будет минимально возможная. Значит, минимум равен qE в степени L. Значит, теперь давайте зададимся вот каким вопросом. L – большое число. Ну вот у нас оно там получилось около тысячи. В реальных системах оно может быть около миллиона. То есть очень большое число. А теперь давайте попытаемся оценить разброс вот этого распределения. Вот теперь рисую картинку. Реальное распределение выглядит таким образом. Вот здесь вот единица минус qE в степени L. Значит, дальше следующий элемент. 1 минус qE. L минус 1 qE. Кстати, таких элементов несколько, но у меня как-то картинка заканчивается. А вот здесь вот где-то сидит наш крошечный элементик, значит, qE в степени L. Как вы понимаете, отношение вот этого самого большого элемента вот к этому самому маленькому – это очень большое число. То есть на самом деле у нас распределение, оно сильно неравномерное в том смысле, что, значит, бессмысленно сравнивать вот этот элемент с вот этим элементом. Ну, кстати говоря, если строго подходить к вопросу, то и вот это число с очень маленькой вероятностью, и это число с очень маленькой вероятностью. Просто вот эта вероятность, она экспоненциально больше, чем вот это. И в этом наша проблема. Мы не можем себе позволить настолько сильно грубить, чтобы сказать, что вот все распределение мы взяли и сжали до такого. Значит, что это, что означает сжали? Сжали это еще раз. Показываю. Мы взяли вот здесь и провели точку. Ну, значит, мы сказали, что все элементы у нас вот такие, соответственно, нам нужно этих элементов набрать. Единица минус QE в степени минус L. Ну, пример. Наверное, целая часть плюс 1. Это число большое. Не обратите внимание, что здесь минус L-тая степень, потому что минус L-тую степень возводить число сильно меньше единицы. Вообще говоря. Вот. Это число очень большое, но, тем не менее, оно существенно меньше при любых адекватных QE, чем 2 в степени L. То есть большое-то оно большое, но мы очень сильно нагрубили. Мы должны были анализировать распределение, в котором два в степени L элементов, а проанализировали распределение, в котором вот столько элементов. И в этом наша грубость. Значит, что нам предписывают люди, которые ввели эпсилон в гладкую энтропию? Они говорят, ну вот, понимаете, какая ситуация, старичка? Не нравится нам. Вот с одной стороны максимум-то он есть, но вот в бинамиальном распределении он всего один. А мы взяли и по нему, по одному элементу, оценили все там огромное распределение из 2 в степени L элементов. А давайте выбросим неудобный для нас случай. А что означает неудобный? Ну, а вот на чем идет вся игра? Значит, мы взяли наше вариационное расстояние, пытаемся зажать в ворота между нулем, который недостижим, и каким-то эпсилоном, каким-то маленьким числом. Ну, замечательно. Давайте нагрубим перед применением наших формул. Давайте скажем, что вот с вероятностью эпсилон у нас произошло событие плохое, при котором оценка у нас плохая. И вот этот эпсилон мы сразу загоним в остаток, что называется. Ну, если более строго говорить, то выглядит это примерно таким образом. Вот у нас... Так, ну я все-таки что-то сотру. Я предлагаю вот эту среднюю часть стеречь. Значит, вот у нас какой-то объект. Мы его пытаемся оценить сверху, как эпсилон. Значит, этот объект имеет вероятностную природу. А давайте этот объект рассмотрим в двух состояниях. Состояние первое, с вероятностью меньше, чем эпсилон пополам. Это плохое состояние. Вот самое плохое, что мы можем придумать. Но самое плохое в случае биномиального распределения, вот мы его увидим. Его же мы, кстати, в минимальной энтропии взяли. А вот во всех остальных эпсилон пополам случаях будем считать, что состояние у нас, ну, я бы не сказал хорошее, но оно неплохое. Вот, наверное, так. Вот, собственно, зачем нам нужна эпсилон гладкая минимальная энтропия. Мы выбрасываем самые плохие состояния, которые нас по каким-то причинам не устраивают. И берем только те состояния, которые нас устраивают. Значит, почему мы можем так сделать для биномиального распределения? Я вам уже на предыдущей лекции показывал. Вот у нас колокольчик биномиального распределения. Ну, точнее, колокольчик нормального распределения, к которому мы приближаем биномиальное. И вот на самом деле мы вырезаем, вырезаем вот эту площадь, вот эту площадь эпсилон пополам. А все остальное, говорим, можно реализовывать. Но за счет этого, за счет этого мы будем находиться уже не в точке единица минус QE в степени L, а будем находиться в точке, значит, единица минус QE в степени L. Так, значит, как бы вам сильно-то не соврать. Ну, что-то типа L минус корень из L. Здесь будет какая-то константа, я ее, естественно, наизусть не помню, она вот следует из кванителя и нормально распределение. Еще это подробно в книжке Арбекова написано, можно посмотреть. Значит, а здесь будет QE в корень из L. То есть вот этот вот, вот этот множитель понижающий мы себе выбрали, выиграли. Ну, за счет этого, если я ничего не путаю, вот при том же, значит, эпсилон 10 минус 6, мы можем коэффициент сжатия вообще превратить практически в двойку. То есть нам требуется там, если брать эпсилон гладкую энтропию, не 850 бит L, а там 620, по-моему, или 630. Ну, вот, собственно, вот такой выигрыш. В практических задачах это иногда имеет смысл, поэтому я предлагаю про возможность использования вместо минимальной энтропии в чистом виде эпсилон гладкой минимальной энтропии. Все-таки эту возможность не игнорит. Так, значит, осталось у нас полчаса. Давайте все-таки поговорим теперь о финальной части прикладных задач, а именно, ну, хорошо, мы понимаем, как выполнить критерии эпсилон-секретности. Мы даже понимаем, чего нам стоит с точки зрения техники получение эпсилон, доказано эпсилон-секретного ключа, нужной нам длины 256 бит. Вот. То есть какую нам исходную последовательность надо распределить? Какой длины? Ну, теперь что же нам делать? Значит, давайте вернемся к самой первой нашей лекции в разделе «Квантовая криптография». Там мы с вами обсуждали так называемую практическую систему, практическую секретность криптосистем. Значит, ну, средний объем работы, это я вам все говорил. Значит, ну, теперь давайте вспомним. Единица объема работы – это так называемое одно опробование ключа. Что такое опробование ключа? Об этом мы с вами тоже говорили на лекциях по классической криптографии. Значит, вообще говоря, вы получили, допустим, вы получили вот такое распределение ключей. Вот у вас один ключ вот с такой вероятностью, следующий ключ вот с такой вероятностью, ну, и с какими-то там вероятностями у вас эти ключи получились. Но получили и получили. Теперь у меня к вам вопрос, чисто философски. А что вы будете делать с этими ключами? Вот вы просто получили, что у вас там нулевой, например, ключ, он встречается с вероятностью существенно больше, чем единичный. Ну, под нулевым я имею в виду последовательность из там L нулей, а под единичным последовательность из L единиц. И что? То есть вот к чему мы вообще стремимся? Значит, вообще говоря, саму по себе квантовую систему без классического потребителя, где этот ключ будет использоваться, практически взломать нельзя. То есть под взломом системы вы можете понимать только одну вещь, что перед вами, как бы, Господь Бог ставил задачу сделать некий идеал, а вы от этого идеала отклонились вот на тот самый эпсилон. И объяснили, почему именно на эпсилон, и, собственно, на этом остановились. Но если у вас те последовательности, которые вы выработали, эпсилон-секретные, не будут использованы, собственно, как ключи, то есть они не попадут в конкретный шифратор, и на них ничего не зашифруется, то узнать их истинное значение вы не сможете, потому что у вас нет того объекта, а именно парой открытый текст, шифр, текст, а как мы с вами говорили, для конкретных шифров есть такое понятие расстояния единственности, то есть нескольких парой открытый текст, шифр, текст, получив которые и зная, что они зашифрованы на вот этом конкретном ключе, эпсилон-секретном, который вы вытащили, а точнее даже легальная аппаратура вытащила из квантовой системы распределения ключей, вот только после попытки проверить ваш ключ на вот этом наборе открытых текстов и шифр текстов, якобы на нем полученном, вот только после этого вы можете говорить о том, что установите истинное значение ключа. Вот, собственно, я вам предлагаю, еще раз, правда, повторяюсь, за единицу объема взять то самое опробование. Значит, ну давайте будем считать, что опробование это у нас, вот у вас есть одна пара открытых этих шифр текст, неважно какого шифра, но все-таки какого-то шифра. Вы знаете, что этот шифр получил ключ из нашей системы квантовой распределения ключей, и вот противник, зная вероятностные свойства, проистекающие из эпсилон секретности ключа, начинает опробование в том смысле, что берет открытый текст, который получен из канала, пытается его зашифровать на каком-то ключе, получая шифр текст и сравнивает. Вот это опробование. Я вас призываю не забывать о том, что, вообще говоря, практическая стойкость у нас заканчивается именно когда возникает система шифрования. В системе квантовой распределения ключей в чистом виде система шифрования не возникает. То есть система квантовой распределения ключей – это, ну, с философской точки зрения сложный вспомогательный объект, который всего лишь делает ключи. Да, это самый важный элемент системы, но, вообще говоря, он без системы практического смысла не имеет. То есть система может откуда-то брать ключи и как-то работать. А вот само квантовое распределение ключей без конкретной системы защиты информации в виде шифраторов смысла практического не имеет. Ну, хорошо. Значит, вот у нас последовательность ключей наблюдений, по которым мы, опять же повторяюсь, построили вот такое условное распределение. И теперь, значит, откуда, собственно, у нас берется средний объем работы? По-моему, мы даже с вами на прошлой лекции это обсуждали без формул. Ну, вот теперь с формулами. Значит, какой смысл можно придать тому факту, что вероятность успеха нашего метода равна какому-то числу? Ну, у нас до этого был эпсилон. Сейчас как-то по традиции у классической криптографии пусть это будет π. Здесь мы его даже обозначаем π. Какой смысл можно вообще придать вот этой вероятности? То есть вам говорят, значит, вероятность того, что вашу систему взломают, одна миллионная. И что? Вот что делать с этой информацией? Ну, единственное естественное предложение – это то, которое мы с вами несколько минут назад обсудили. Ну, давайте будем считать, что у нас есть либо Т-систем, таких вот, мы их взяли, поставили Т-штук рядом, либо хотя бы мы в рамках работы одной системы пытаемся Т-раз вскрыть, ну, предполагаем, что разные ключи. То есть вот мы запустили один раз наш алгоритм с вероятностью π нарушителя, у нас не получилось. Запустили следующий раз с вероятностью π нарушителя, у нас опять не получилось. Но если мы запустим этот процесс очень много раз, то рано или поздно у нас наконец-то получится. Вот, собственно, весь смысл средний. И тогда, и тогда вот мы затрачиваем каждый раз какое-то количество опробований, какое-то количество опробований для того, чтобы повысить себе вероятность. А практическую секретность мы просто воспринимаем как частное вот этих двух объектов. То есть вот для того, чтобы придать хоть какой-то практический смысл тезису о том, что на реализацию алгоритма там с маленькой вероятностью успеха мы затрачиваем какое-то количество ресурсов в виде тех самых опробований, мы просто искусственно предполагаем, что вот этот механизм с практической секретностью q от а мы запустили какое-то большое количество раз, чтобы у нас вообще, говоря, был шанс получить хотя бы один из... Ну, хорошо. Значит, теперь тотальное опробование я не буду еще раз повторяться. Значит, для тотального опробования у нас есть вот такой вот результат. То есть у нас практическая секретность q, она порядка n пополам. Теперь, значит, что такое хорошее q и что такое плохое q? Опять же, подробно не буду повторяться, этот пример был. Значит, если мы возьмем распределение, у которого один ключ с вероятностью 1, 2, а все остальные равновероятны между собой, ну и, соответственно, порядка 1 на 2n имеют вероятность, то q получится большое для полного перебора. Но если мы введем вот такое вот q угадывание, то вероятность угадать с одной попытки правильный ключ у нас 1, 2, и поэтому в данном случае q угадывание будет 2. То есть нам нужно повторить всего лишь 2 раза свой эксперимент, и за эти 2 раза мы, скорее всего, попадем в истинное значение ключа. И вот для того, чтобы справиться с такими, скажем так, нестыковками в понимании практически секретности, люди ввели алгоритмы усеченного опробования. Что это такое, сейчас поговорим. Ну, давайте еще один пример, прежде чем мы начали говорить. Это вот то, о чем я как раз в ответ на вопрос, какой эпсилон выбирать, уже сказал, что мы можем, конечно, искусственно загнать наш эпсилон, ну, или в данном случае π, в какое-то очень маленькое значение. Но тогда у нас практическая секретность для тотального опробования все равно будет большая. Но и вообще говоря, даже секретность для угадывания тоже будет большая. А само по себе событие, что у нас с вероятностью 2 в минус 128 что-то не сложилось, мы можем игнорировать. Ну, по объясненным мной уже причинам, что целесообразно в качестве эпсилона или эпсилон для квантовой системы или π для классической выбирать некое число, которое вы можете проверить на практике. То есть если вы ломаете систему, у которых в природе всего одна система, то вы можете себе позволить взять число побольше. Если у вас этих систем миллиарды в природе, ну, я не знаю, что это за система, но, тем не менее, вдруг вот их у вас миллиарды, то, конечно же, вам это число надо брать как можно меньше, потому что иначе вы рискуете получить ошибку, реальную ошибку. То есть какую-то из ваших систем, а может быть, и несколько, поломать. Значит, усеченные алгоритмы. Кратко я о них тоже уже говорил, но теперь давайте все-таки чуть-чуть поподробнее. Зачем нам нужны усеченные алгоритмы? Потому что, вообще говоря, работая с условными распределениями, мы всегда можем апостериорно выстроить ключи по невозрастанию вероятности. Вот пример. Мы их выстроили. Таких примеров у нас с вами уже было много. Значит, ну, хорошо. Выстроили и выстроили. Теперь мы берем и говорим, что вот, товарищи, я вижу, что тотальное опробование – это не очень удобно. С одной стороны, там практически секретность как бы хороша, а с другой стороны, я могу упустить тот пример, когда у нас есть хотя бы один ключ с большой вероятностью. Значит, прямо противоположный пример, когда мы всю секретность сводим к одному опробованию ключа, тоже плохо, потому что, ну, мы... То есть в одном случае мы можем пропустить критическую уязвимость системы, а в другом случае мы, конечно, критическую уязвимость не пропустим, но мы забракуем слишком много систем, которые, вообще говоря, хороши с практической точки зрения, а мы, тем не менее, по одному, по одной попытке угадывания придем к выводу, что они плохие. Что же делать? Тогда давайте мы все-таки введем ту самую вероятность успеха и будем пытаться набрать вот этих ключей просто на данную вероятность. Естественно, опробуя от первого, ну, до какого-то, пока у нас вероятность не наберется. Значит, ну, вот здесь... Здесь, собственно, то, что я сказал, и написано, что если мы вводим параметр вероятностью успеха усеченного логаритма U, у нас остается все тот же средний объем работы, в каком смысле средний, я вам попытался объяснить. Значит, у нас в качестве мерила, то есть в качестве того самого интегрального критерия стойкости системы выступает практическая секретность в том же виде. Значит, в чем разница? Разница только в том, что мы опробуем не все ключи, но и не один из них, а какой-то конкретный, но в данном случае это большой ключей, до тех пор, пока не наберем нужную нам вероятность. Как только мы эту вероятность набрали, мы говорим, все, стоп, алгоритм можно дальше не использовать. Мы уже достигли некого критического значения конкретно для нашей системы. И обычно вот это критическое значение – это и есть наш эпсилон или пи-нарушители. Значит, ну вот здесь есть еще вот такой объект ПМ с крышкой, он нам в самом конце понадобится. Я не знаю, насколько просто его запомнить, вот как он выглядит. Я просто предлагаю, если кто-то будет этим вот таким объектом интересоваться, просто ПМ там брать и переписывать по формуле. Но суть того, что это такое, она очень понятная. Значит, это вот что такое. Вот у нас для каждого наблюдения, вообще говоря, вот эти ключи, вот эти КМ, З от З, они будут выстроены каким-то своим способом. То есть, например, мы получили наблюдение, ну вот на примере наших всех хов и у, мы получили наблюдение, в котором все биты искажений нулевые. Вот у этого наблюдения будет одна последовательность выстроенных по вероятности ключей. Значит, ну если мы получили другую последовательность битов шума, так называемый вектор шума, ну или вектор искажений, то вообще говоря, последовательность ключей будет уже другая. То есть ключ, который равен нулю, он, например, находился в первом случае на первом месте, ну или нулевом, если хотите считать с нуля, а во втором случае окажется на каком-нибудь десятом. И вот эта ПМ как раз является такой своеобразной индикаторной функцией. Она говорит, что вот мы взяли, зафиксировали конкретный ключ, шифрование. И у нас вот этот, мы оцениваем, с какой вероятностью конкретно этот ключ шифрования будет находиться на конкретном месте M в нашем ряду. Вот и все. Значит, ну хорошо. Усеченные алгоритмы. Что мы про них знаем? Значит, мы про них знаем следующее. что если мы зафиксируем Z, то средний объем работы может быть вычислен вот по такой вот формуле. Средний объем работы при каждом фиксированном наблюдении Z. Ну, значит, что здесь, что здесь есть, что я, пожалуй, вам даже на пальцах не смогу сейчас объяснить. Ну, хорошо. Тогда давайте перейдем к оценке среднего объема работы по всем возможным наблюдениям. И здесь нам уже будет немножко попроще. Значит, вот, пользуясь вот такими формулами, мы можем перейти к оценке практической секретности ключа, собственно, который мы сейчас и стремимся. Значит, ну, вот эта оценка, она будет иметь вот такой вот вид. Значит, ну, и вот тут я уже вам могу объяснить, что есть что. Значит, вот если мы берем берем π от u, то есть та самая критическая вероятность, слишком маленький, то вообще говоря, вообще говоря, вот этот член, вот этот член начинает играть превалирующую роль, потому что мы здесь на π от u делим, здесь из единицы мы его вычитаем, но это не играет существенной роли, и умножаем еще на какое-то число m, ну, которое уж точно не меньше единицы, потому что хотя бы одно опробование совершить нужно. Если π от u не очень маленькое, то вообще говоря, главным становится вот этот член, второй. Ну, и, собственно, то, о чем, то, к чему мы стремились, и то, что мы, собственно, хотели получить. Значит, если мы ограничим, ну, во-первых, мы говорим, что оцениваем, работаем только с алгоритмами усеченными, то есть алгоритмами усеченного опробования, если мы прибиваем гвоздями какую-то границу, ну, откуда эту границу брать, мы с вами несколько раз уже сегодня обсуждали, то, вообще говоря, вообще говоря, мы относительно всех возможных алгоритмов можем оценивать минимальное значение вот этой самой практической секретности. Вот это и есть подход Шенона. Ну, более подробно можно посмотреть в книге Игоря Михайловича, и там же в книге Игоря Михайловича есть ссылка на их с Сергеем Николаевичем статье, ну, где вот подробно, еще более подробно это все объясняется, как они принцип Шенона перенесли на квантовую криптографию. Ну, хорошо, а нам-то это все зачем? А нам это все вот зачем. Значит, мы мы знаем про наш ключ, мы знаем про наш ключ, что он эпсилон секретный, по-другому это записывается таким образом. Мы требуем, чтобы наш эпсилон из квантовой системы оказался не больше той вероятности Пи, которую мы допускаем для атаки на классическую систему, а еще более просто, это предлагается понимать абсолютно аналогично тому, что я уже рассказывал про эпсилон-вглаженную энтропию. Значит, у нас есть классическая система. Наши СКЗИ, шифраторы, как хотите их называть. Наша основная цель защитить информацию. Значит, информация обрабатывается в этих классических шифраторах. В квантовой системе информация не обрабатывается вообще. Значит, мы берем, смотрим на классическую систему. На классическую систему можно нападать с двух точек зрения. Первая точка зрения. Собственно, сами механизмы классической системы. Вот ключ туда зашел идеально, сам по себе ключ идеальный. Все прекрасно. Мы берем алгоритмы, смотрим на них и говорим, так, этот алгоритм имеет такую стойкость, этот алгоритм имеет такую стойкость, этот алгоритм такой стойкость. Чтобы оценить там стойкость, нам тоже нужно ввести какую-то вероятность. Вот мы берем, откусываем половину этого официона. И говорим, хорошо, значит, для половины считаем, что противник атакует классическую часть системы. И у него это должно не получиться. Для второй половины берем и говорим, нет, товарищи, мы еще знаем, что вообще, говоря, у нас ключ, он получается из квантовой системы, у него там какие-то свойства есть. Нарушитель может и туда атаковать. Вторую половину отдаем нарушителю на попытки атаки квантовой части нашей системы как источника ключей. Если у нас для обеих составляющих получено пригодное нам для использования оценка практической стойкости, вот, собственно, все закончилось. Ну, и эту формулу я вам уже приводил. Я ее очень хотел сегодня доказать, но, похоже, уже не успею. Поэтому предлагаю вот эту формулу всем заинтересованным. Все-таки по книге Игоря Михайловича проверить, передоказать. Это интересное математическое упражнение, которое, ну, как-то укладывает в голову все, что мы четыре лекции обсуждаем. Значит, если студенты, которые должны будут сдавать за счет, меня слышат, то вот у них я точно это доказательство спрошу. Поэтому им выучить придется. Значит, идея доказательства. Идея доказательства заключается вот в чем. Что мы сначала оцениваем отклонение вот этих вот, как это, средних значений вероятности для того, что нужный нам ключ находится на этом месте. Вот этот дикообразный объект, который я, честно говоря, по памяти не в состоянии повторить, только с бумажки переписываю. Но если мы это доказали, то отсюда достаточно несложно получить вот такой результат. Значит, по поводу результата. Мы уже с вами видели, что вообще говоря, вот здесь в этой формуле есть целый ряд чисто практических проблем ее применения, над которыми я активно думаю и все-таки очень надеюсь, что у меня что-то для конкретных случаев получится придумать. Значит, первая проблема, то, что у нас эпсилон и пи связаны так, что эпсилон должен быть не просто меньше пи, но вообще говоря, он должен от этого пи отстоять на какую-то пусть и маленькую, но константу. И второй момент, что эпсилон должен быть меньше значит, 1 и 4, если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то формула практического смысла не имеет, потому что у нас оценка стойкости становится неположительной. Так, ну, собственно, литература у меня в данном случае повторяется, все эти ссылки были, на этом я свою работу с вами до последней лекции завершаю, то есть следующие лекции будет читать Иван Сергеевич Сущев, они будут посвящены попыткам человечества включить в оценку стойкости системы, в математическую, скажем так, оценку стойкости системы квантового распределения ключей, так называемых атак на техническую реализацию, вот, соответственно, если есть вопросы по этой части курса предварительной, то пишите мне, не стесняйтесь, я попрошу Ивана, чтобы он эти вопросы в своем курсе учел, потому что он будет зажимать свой большой курс, который уже читает по техническим атакам до трех лекций, ну, и очень жаль, если какие-то важные для слушателей моменты он не расскажет, поэтому вот открыт вашим предложением. Если есть какие-то вопросы по моей части курса, сколько мы с вами провели 9 лекций вместе, то, значит, также постараюсь ответить. на самый первый это в смысле на первую лекцию, да? Так, самый первый слайд этой лекции он много раз был, картинка, да? Вот это, так. вопрос, вот это вот, каэльбис, которая, вот, там, у него, вот эти вот цепочки, например, вот, да, да, вот здесь вот, где оно, ну, там, не знаю, что с ним, практически, Ну, и по этой картинке его увидеть невозможно, потому что мы с вами всего лишь нарисовали, чтобы не загромождать, то есть у них же есть еще вот здесь вот недорисован тот самый аутентифицированный классический канал, по которому они обмениваются, значит, некой информацией, чтобы помочь Бобу правильно восстановить свои измерительные базисы, вот, и кроме этого, кроме этого здесь еще чего у нас нет, но все остальное, пожалуй, есть, то есть недорисован только аутентифицированный служебный канал, а ключ К, который, ну, вот, получен после всех манипуляций, о которых мы в 4 лекции говорим, он просто, ну, вот, мы применили к так называемому просеянному ключу, то есть вот этой вот последовательности длины L, которая в случае индивидуальной атаки получилась вот там 800 с копейками, и если взять эпсилон-гладкую энтропию, то там можно сделать ее 600 с копейками, значит, и применив лему усиления секретность, виноват, применив хэш-функцию, универсальную хэш-функцию второго порядка, мы просто из вот этих вот 800 бит получили 256, вот и все, тут функция хэширования, и у нас на обеих концах, виноват, на двух концах, у нас просто этот ключ как бы хранится, то есть нашей основной целью было распределить вот эту вот последовательность длины L, а когда мы ее распределили, то сжать из нее, это некая техническая манипуляция, но так как при этой технической манипуляции мы тоже как бы совершаем некие потери, то мы эти потери обязаны учесть, то есть Ева как бы не должна из вот этой вот последовательности L получить слишком много информации, ну вот собственно так, а сам по себе ключка, ну повторюсь, он просто физически независимо на двух устройствах получается сжать, все вот, вот все. Хорошо, тогда еще более привильный вопрос, какая из, либо же, я знаю, какая-то еще, какая из нарисованных в таком случае слышности выходит из той слышности, которая называется вот GSC обозначена? А, GSC, из GSC выходит, ну если совсем банально, то вот как раз 10 шестой отстрелов формируются с использованием GSC. На левой стороне и на правой независимо приходят сначала к L, G, а на то? Ну не совсем независимо, значит, отправителем всегда является Алиса, то есть она генерирует эти случайные числа и отстреливает, поэтому у нее на борту должен стоять хороший датчик случайных чисел. Боб – это только приемник. Ну вот, то есть в этом смысле как бы все взаимодействия идут как бы слева направо, если вы говорите именно про случайные числа, то есть случайные числа, они нужны для того, чтобы Алиса что-то отправила Бобу. Бобу они не нужны. Так, не знаю, ответил на вопрос, не ответил, но если не ответил, то… Получается, что если бы в итоге, что вот этот вот LB, вот получается, если бы справа, обладают Бобе, и Алиса и Боб ими обладают. Ну, Алиса и Боб ими обладают по той банальной причине, которую нам дает квантовая природа вот этого канала, что вот здесь-то эти биты получаются классическими, но перед отправкой Алиса их как бы превращает в квантовое состояние, я, может, сейчас говорю, не очень грамотно, но суть в этом. То есть если бы мы пытались вот эти X1XL передать по классическому шнурку в обычном электрическом виде, то, конечно же, смысла в этом с точки зрения защиты информации никакого не было, потому что противник проник бы в этот канал и все оттуда забрал себе. В смысле, в квантовый канал так проникнуть нельзя. Вот на этом все и держится. То есть что мы можем себе позволить, как бы природа нам дала возможность, закрытым от противника способом передать эти LBIT отсюда сюда. Но мы при этом совершаем такие огромные ошибки, вот здесь, вот здесь и вот здесь, что на самом деле из-за переданных, ну, из попытки передать 10 в 6-й бит, в итоге получаем нужного качества только 256. Вот это мы платим за передачу в канал. Но зато мы действительно честно передаем в канал те биты, которые хотим. Вот. А в классическом мире это просто невозможно. Ну, то есть возможно, конечно, но никакой защите информации говорить мне приходится. Вот. Так. Да, 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 да. То есть 800, 850 еще недостаточно качественные, и поэтому мы их, собственно, чистим. Ну, между ними, если брать реальную систему, то между ними, конечно, еще чистка ошибок и хэш-функция. Но в данном случае... Вот ты не поверишь, я перед выходом к вам задал ровно этот вопрос Игоря Михайловичу Арбекову. Игорь Михайлович посидел, подумал пять минут, позвал оптиков, мы все вместе в пятером там или около того подумали и сказали, да бог с ним, как это... Вот это модельный случай, вот на полном серьезе. То есть насколько это сильно связано с оценкой реальной системы, я попрошу Ваню рассказать подробно, именно на уровне техники. Потому что, еще раз, это модель, это модель. То есть мы здесь грубим во многих местах. Нет, это значит, не совсем это. Это значит, что мы не знаем, какие мы не... Ну, вот скажем так, мы получили 800 общих бит на двух концах. Мы их получили, допустим. Не-не-не, все, забудь вот про этот кубер, забудь про куевы, вот все, нет никаких трех ошибочных процентов. Канал идеальный, все, вот 800 бит получи. Но мы их получали по тем законам, которые описаны выше. В частности, вот той модели, которая там двоичный симметричный канал с искажением. Только в этом смысле мы взяли к этим битам, полученным, ну, неким неидеальным способом, применили процедуру усиления секретности в виде, значит, универсальной хэш-функции второго порядка. И вот только в этом смысле мы последовательность сжали. Тот факт, что мы где-то там исправляем ошибки, тот факт, что сама последовательность не долетает, я в этой лекции полностью игнорирую, это они уже смогли, да, уже базисы согласовались, у них все у них хорошо. Нет, не так, не так. Мы сначала получаем одинаковую последовательность исправлением ошибок, а потом, так как это одинаковая последовательность была получена с помощью некого математического закона, который Еве известен и который Ева гипотетически может использовать для атаки, то мы еще вот эту неидеальную последовательность засовываем в хэш-функцию. Да, да, да. Ну, вот, ну, 100 бит, например. Я, честно говоря, не помню, я С написал, да, С-то я, ну, как это, я по памяти помню, что это, по-моему, 100, а вот тут я поленился на формуле и забыл написать, чему конкретно в этом конкретном примере равно С. Нет, на 800. То есть... Ну, тебе правильно казалось, но это для реальной системы, для которой актуальна не только индивидуальная атака, и для которой мы не игнорируем вот этот вот переход. Чего? В реальности, значит, ну, десятки миллионов бит первичного отстрела, тысячи или десятки тысяч сырого ключа L, один ключ 256. Но это для, скажем так, системы, которую можно реально собрать. То есть это реальная инфотексовская система. Ну, вот, например, высшая школа заявляет, что у них параметры гораздо лучше, за счет чего они там достреливают на 200, по-моему, 30 километров вместо 100 и что-то еще там делают. Ну, это мы с тобой обсуждали. У них хороший детектор, очень хороший. Да. Да. Ну, Надь, это ты лучше меня посчитаешь, как-то. Все эти формулы у тебя есть. Вот те реальные данные, которые у меня в голове есть по памяти, я тебе озвучу. Что примерно из 10 миллионов первичных бит с промежуточными примерно от тысячи до 10 тысяч бит сырого ключа мы делаем один квантовый ключ, стойкий ко всем атакам, которые наша лаборатория известна. Все. Четвертый. Четвертый. Да, да. Нет, нет, нет. На С у тебя потеря, это какая-то константа, которая от тебя вообще не зависит. Ты пытаешься как бы пропустить то, как работает реальная система. Вот ты пытаешься взять вот мою модель, которую я сейчас рассказываю, и считать, что я по этой, ну, как это, что эта модель соответствует работе реальной системы. А я пытаюсь вас, ну, собственно, почему я с этого лекцию и начал, я пытаюсь вас призвать к тому, что я здесь просто показал, как в модели для индивидуальной атаки решить проблему прохождения всех этапов, то есть исправления ошибок и усиления секретности просто за счет как-то соответствующей лемы в математическом смысле технически ситуация будет немножко другая. Ну, вот параметры, которые реально получаются, я тебе сказал, значит, у тебя, хорошо, если тебя интересуют параметры исправления ошибок, то они тоже очень понятны. Значит, у тебя в качестве исправления ошибок, это все очень подробно и хорошо написано у Игоря Михайловича в последней главе, значит, используются сейчас так называемые LDPC-коды. Значит, у тебя размеры матрицы, это, например, 2000 на 700, ну, примерно один в трюм. Кубер такая матрица съедает то ли 5, ну, вот что-то от 5 до 7%, вот где-то там. Вот, то есть на самом деле за счет этого C ты теряешь константу 700. Все, это просто прибитая гвоздями константа. Потому что, я повторяюсь, ты, у тебя есть потери в канале, потери на детекторе и потери на оценке, которую ты получаешь при сжатии. То есть, как бы, эти потери в разы возникают не из-за кода. Код, он какой есть, такой есть. Эти потери в разы возникают из-за того, что слишком много информации доступно Еве, и эту информацию надо у Евы отобрать математическим способом. Поэтому мы, ну, как бы, везде грубим. И можно считать, что в 10 раз это усиление секретности. То есть, в 10 тысяч раз это качество канала и качество детектора, и еще в 10 раз это усиление секретности. Вот так будет проект. Все, все, хорошо. Так, еще вопросы. Так, ну, если вопросов нет, я предлагаю на сегодня закончить. Если все-таки вопросы будут, еще раз. Ну, в следующем семестре вот мы договорились, что мы обязательно поговорим про классические протоколы вообще, что это такое, какие они бывают и зачем они нужны. Я, видимо, не сама попрошу своих более компетентных коллег рассказать, какие сейчас есть подходы к обоснованию стойкости классических протоколов. Я бы лично хотел проговорить про датчики случайных чисел, потому что, ну, это вещь для квантовой криптографии очень важная. И еще в качестве базового криптомеханизма поговорим об электронных подписях. Вот это то, что пока просматривается вот явным образом. То, о чем мы уже поговорили, и то, что кажется важным. Жду вопросов, предложений. А если я расскажу, что вам не нравится, вам не нравится. Легко. Это было моим... Как это? То, как работает нынешняя НСПК, так случайно получилось, но это правда. Я анализировал на испытательном сроке. Вот когда пришел, значит, в Инфотекс, тогда еще в Инфотекс работал, то у меня первый проект был, это анализ протоколов взаимодействия, ну, карты с чем-либо. Там, на самом деле, в этой системе много разных подсистем банковской картой, я имею в виду, с чем-либо. Вот. Но если вам конкретно это интересно, я за, там, половину лекции могу на пальцах принеся какую-нибудь картинку на слайде, рассказать, как это работает. Вот. Ну, я не знаю, зачем вам это для квантовой криптографии может быть полезно, но как пример протокола, просто я сейчас объясню, почему я не очень хочу об этом говорить, потому что стейк протокола НСПК – это что-то типа десятка протоколов. Все они технические, криптографии там вот на чуть-чуть, а чтобы докопаться до криптографии, вам надо будет проглотить всю эту философию построения информационной системы банковской. То, как там один объект зависит от другого, как они защищаются, а в основном защищаются они организационно-технически. Ну, если вам по каким-то причинам это интересно, я готов это рассказать. Это вещь известная, хорошо проработанная. И более того, я ей сам занимался, продолжаю заниматься. Ну, пишите, пишите, хотелки, все, кто желает. Те, кто в онлайне, если меня слышат, тоже пишите. Почта моя на каждой лекции есть. Мы за лето ваши пожелания соберем, ну и надеюсь, что в следующем семестре сможем препарировать до 14 лекций. Так, ну что, давайте закончим на сегодня. Спасибо за внимание. Глобальное спасибо за внимание, то есть за весь курс. Вот, вернусь в середине мая на последней лекции. Спасибо за внимание.